В Бендерах есть такая фирма Link Service. 15 лет она обеспечивает довольно высокий уровень доступа к интернету. Однако уже долгое время за проблемами фирмы наблюдают и не только жители Бендер. Что будет с Link Service? Многие надеются, что карантин рано или поздно закончится. На время карантина судебные разбирательства в деле интернет-провайдера приостановлены, и бендерчане продолжают пользоваться услугами компании. Но риск остаться без интернета и телевидения более 10 тысячам пользователей сохраняется. Руководство компании не теряет надежды на положительное разрешение вопроса и на то, что их лицензия на оказание услуг, передачи данных и кабельного телевидения не будет отозвана. Мы работаем в прежнем режиме. Сейчас на время карантина судебные разбирательства приостановлены, но мы надеемся на хороший исход и на решение, именно государственное решение от государственной службы связи, от нашего правительства по нашей дальнейшей деятельности. И даже если будет решение суда об аннулировании лицензии, мы будем обращаться за получением новой лицензии. Мы подготовлены, у нас готов пакет документов, и мы соответствуем всем условиям для ее получения. Я думаю, что многие с нами все равно останутся и большинство останется. Это небольшой период на получение лицензии и после некого перерыва и получения новой лицензии мы продолжим оказывать услуги. Но я надеюсь, что все-таки исход будет более положительный и мы не дойдем до такого решения от государства. Законодательство не предусматривает ограничений на подачу заявления с соответствующим комплектом документов, чтобы получить новую лицензию, поясняют в госслужбе связи. Но на все это понадобится время. Что думают бендерчане о ситуации вокруг линг-сервиса и готовы ли они остаться без интернета, как это случилось в разгар пандемии, когда многим пришлось уйти к другому провайдеру. Что вы знаете о ситуации с линг-сервисом? Ничего абсолютно. А вы пользуетесь интернетом? Нет, нет, нет. Не пользуетесь? У нас сын, ну, очень плохо он говорит, сейчас перешел туда в шериф и очень плохо работает у них интернет. Когда он перешел? Да вот сейчас недавно, потому что сказали, что он закроется. Пандемия эта закончится и закроется. Дело в том, что линг-сервис – это самый нормальный, там скорость хорошая, там вообще все, понимаете? И поэтому я слышал, что хотят закрыть, это несправедливо. Речь идет не о закрытии, а возможно им придется получать заново лицензию. Может занять по времени более 30 суток. Вы готовы ждать этого провайдера или будете приподключаться? Будем ждать. Для этого есть власти, которые должны позволить, чтобы не отключать, пока они получают новую лицензию. Я так понимаю, что для людей. Так ведь? Должно быть. Ну, должно быть, да. У нас нормальное государство, хороший президент. Поэтому, я думаю, это могут рассмотреть. Мои знакомые были очень довольны. Их это все устраивало и цена, и обслуживание, и качество. Поэтому, я так думаю, что это люди такие хорошие, авторитетные, я им доверяю. И думаю, что стоит за них побороться, за линдсервис. Все стараются сейчас уже перевестись на интергенстерком, потому что это вроде какая-то гарантия чего-то там. Мне вообще, честно сказать, я знаю такую ситуацию, что плати налоги, живи спокойно. И что у них лицензию забрали не просто так, что там у них по определенным домам было какое-то скрытие по оплатам. Поэтому, честно, как бы все вопросы вот эти вот нужно адресовать, как я понимаю, нашему министерству связи. Они же все-таки продвинули это решение. Вот, поэтому так. А вы до сих пор с линдсервисом или перешли? Я вообще не пользуюсь интернетом. Интернет – это зло. Да. Ну, были слухи, что его закроют. А почему закроют? Что-то там с судом. Непонятки, непонятки. А вы сейчас с линдсервисом или перешли на другого? Ну, у нас есть… Да, мы связаны с линдсервисом, да. То есть вы продолжаете пользоваться? Да, мы продолжаем пользоваться. В надежде, что все обойдется? Да, все обойдется нормально. Хорошо, а вот теперь рассмотрим такую ситуацию. Если закончатся карантинные меры, и они не могут предоставлять больше услуги, вы сможете подождать месяц, пока они будут получать новую лицензию? Это невозможно. Ну, что сейчас всю жизнь, вся работа завязана с интернетом. Как можно ждать? То есть вы не будете ждать? Ну, невозможно просто ждать. Я бы хотел, если бы то можно было возможно, но невозможно. Нужно искать другие пути. А у нас другой путь один. И все. Получается, что та ситуация, которая была в разгар пандемии, она повторится? Может. Такой вариант может быть. Может повториться, да. Все может быть. А может и не повториться. Надеюсь, что не повторится. Пусть останется как есть. Нормальный провайдер. У меня вопросов нет. Плюсы перечислить нормального провайдера? Плюс, ниже стоимость. Ну, что, стабильный интернет. Все есть. Мне что надо? Стабильный доступ к интернету. Все. А есть ли у вас знакомые, друзья, которые перешли? Да, перешли. Ну, только потому, что побоялись за то, что останутся без интернета. Потому что тоже все завязаны. Учеба, дети, жизнь вся сейчас через интернет. Только потому, что побоялись. И все. Потому что вот эти вот слухи пошли какие-то. Официально никаких новостей не было по этому поводу и все. Напомним, плановые проверки в компании начались в 2019 году. Тогда документ с предписаниями занял около 400 страниц. Все это время Линксервис борется за право работать. Спорные линии связи пытались ввести в эксплуатацию, но получили ряд замечаний от государственной службы связи. Из-за нехватки времени приняли решение демонтировать эти линии. Таким образом, Линксервис пытался создать себе запас времени, чтобы после дедлайна уже в спокойном режиме все восстановить по правилам. По мнению Госслужбы связи, такое решение тоже оказалось неправомерным нарушением. Поэтому приказ от 12 января 2019 года от Госслужбы связи постановил приостановить действие лицензии компании. На последнем заседании Бендерского общественного совета эту тему остро обсуждали и пытались найти компромиссное решение, которое позволит людям воспользоваться своими правами при выборе провайдера. Свою позицию озвучил руководитель Государственной службы связи. Что препятствует тому, чтобы мы существовали дальше? То есть, мы демонтировали объекты, которые нарушили законодательство. Что сегодня препятствует тому, чтобы мы работали? У нас сейчас объекты исключительно те, которые введены в реалитацию. Почему государством принято решение именно категорично лишить нас лицензии по городу Бендеры? Неужели нет другого решения в рамках законодательства? Еще раз хочу, чтобы вы ушли отсюда, поняв одно. Государственная служба связи не оставила невыполнимых задач. Государственная служба связи ставила задачи исключительно в правовом поле. Государственная служба связи при выполнении этих задачных сервисов им помогала, но никак не вставляла палки в колеса. По плавному переходу мы обращались, еще раз говорю, к операторам, чтобы это прошло более-менее бесполезно. Любое прекращение и перехват – это все равно болезненно. Для одного, для двух. Это все равно путь. Теперь мы говорим, давайте поищем компромиссы. И вот я хотел ваше предложение, да, ну, в решение, в рекомендации, там, да, и так далее. Я просто хочу сказать основу. Закон четко рекламентирует срок. Я могу дать максимально на 6 месяцев. Понимаете? Мы сейчас обсуждаем те вопросы, которые уже были рассмотрены в судах. Судами вынесено решение, приостановление действия лицензии, на основании которого они уже не смогут работать, решение Государственной службы связи. Оно уже состояло. Оно было оскорено в суде и в конституционной инстанции арбитражного суда. Оставлено в силе. Отсрочено на период действия вот этих карантинных мероприятий. Ну, чтобы все как бы понимали. А дальше идет приостановление действия лицензии и обращение в суд за ее аннулированием. Мы с вами собрались здесь не из-за Владимира Михайловича, а из-за того, что лифтсервис не захотел исполнять предъявленные к нему требования. Вот корень проблемы, а не проблема с Владимиром Михайловичем, что он издает тельные акты в соответствии с законом. Проблема заключается в неисполнении лифтсервисов требований, законно предъявленных к нему. А мы начинаем менять местами причину и следствие. И теперь давайте жить дружно. Пройдя все суды, приняв все решения. Жить дружно, по словам Беляева, уже невозможно. И рано или поздно лицензия будет аннулирована. И все-таки сложно представить, что компания, которая уже 15 лет предоставляет услуги населению, не захотела выполнять предписания государственной службы. Каждое решение государства должно быть, конечно, продуманным. И говорить о том, что линксервис не захотел именно выполнять, это, в принципе, тоже неправда. Поскольку именно исходя из договоренности со службой связи, каждый месяц по выполнению за полгода, когда мы выполняли представление государственной службы связи, линксервис отправлял отчеты о проделанной работе. И ни разу мы не получили никакого замечания. У нас срок был до 19 октября. Уже в сентябре мы проводили, у нас остался один вопрос на повестке, это ввод в эксплуатацию тех объектов, которые не были введены ранее. В сентябре мы провели первую комиссию и получили просто замечание от специалистов государственной службы связи к нашей документации, которую мы подготовили, ее необходимо было менять. Это не говорит о том, что мы не захотели. Мы действительно просто не успели. И чисто даже по-человечески мы поэтому отчитались о том, что мы не успеваем, и из-за этого мы демонтировали объекты, которые нарушали законодательство об электросвязи. И даже предупредили о том, сказали, что мы будем их все равно вводить. Мы получили очень подробные замечания, и согласно им мы будем исправлять свою документацию, строить линии связи и вводить их в эксплуатацию. Но после даты Х, когда мы бы однозначно не выполнили представление. Обычно после таких завершающих этапов уже государственный орган определяет, выполнила организация или нет представление, выписанное ранее. Государственная служба связи на наш демонтаж объектов приняла решение, что мы его не выполнили. Поэтому чисто по такой формальной формулировке, фактически, мы, скажем так, оказались в ситуации, когда наша лицензия может быть приостановлена и, исходя из заявления Государственной службы в арбитражный суд, аннулирована. Что будет дальше по окончании карантина, когда приказ Госслужбы связи и судебное решение вступит в силу, и у компании не будет прав предоставлять услуги? Ни интернета, ни телевидения, ни рабочих мест в этой компании. Или все же будет найдено решение, которое позволит и дальше развиваться малому бизнесу? Мы обращались и на имя президента, и в правительство. Мы просили правительство стать именно независимой площадкой для, скажем так, общего совещания с приглашением представителей и службы связи, и нас, и кого они посчитают необходимым, где именно изложили всю сложившуюся ситуацию, и изложили, что наш демонтаж, не введенных в эксплуатацию объектов связи, он не нанес урона государству в плане безопасности или гражданам, например, не несет угрозу. То есть демонтаж, мы наоборот, объекты, которые не проверены комиссией, соответствующими членами комиссии, организациями различными, мы их демонтировали, их нет в природе, и мы их собираемся только строить. Тем более, что мы, как нас обвинили, что мы самостоятельно уходим с рынка, приняли этим решение, мы не уходим с рынка. То есть такое решение было принято именно для того, чтобы сохранить остальных наших абонентов, чтобы не остановить интернет, подачу интернета им. Потому что те 194 абонента, от которых нам пришлось отключить с мая месяца прошлого года, это только 2% от количества абонентов наших на тот момент и на нынешний момент. Пока что люди все равно верят в то, что услышат нас всех, и будет принято все-таки решение нас оставить, потому что надеюсь, что госадминистрация города все-таки подключится, потому что это бендерское предприятие, мы 15 лет в этом городе, и линии строились с самого нуля, налоги платим в этот город, в этот бюджет, в основной части. Поэтому надеемся, что наших граждан все-таки услышат, мы говорим, мы стучимся, нас, может быть, где-то не слышат, но людей должны услышать. Надежда на то, что людей услышат, еще есть. Как предложили бендерские общественники, в это дело могли бы вмешаться парламентарии и пересмотреть законодательную базу. Возможно, решить вопрос получится, увеличив сроки для подобных случаев. Не 6 месяцев, как сейчас, а более. Продолжение следует...